В ванне мы делали, там сборная музыка, так сказать, из разных фильмов картины, из разных фильмов Михалкова там что-то использовано, там, по-моему, из Облова есть номера, и что-то я дописал какие-то, связки дописывал, и это мне совсем уже, это тоже паническая опять была скорость, что срочно надо было делать. Что-то я писал каким-то там, вот помню, сцена волков, с вертолета охоты на волков, это я писал там музыку специально, какие-то эпизоды, связанные там, хоккей, я помню, какая-то там была сцена. Какая-то стрельба, и вот это боевые действия, вот эти, я какую-то музыку специально написал, а так, в принципе, это вообще, это компиляция из разных моих музык, в основе там лежит. Ну, правда, те, которые я никогда еще, так сказать, у меня всегда, у любого, кто занимается творчеством, всегда есть какие-то загашники, там, при заготовке, вот я много заготовок оттуда-туда тоже запустил, проверил их действия. Вот, причем это все-таки документальный фильм в основном, это совершенно там другие, там музыка играет, она не играет главенствующую роль, а это просто как бы некое настроение поддерживает. Ну, там, собственно говоря, сам материал даже не важен. Важно движение, значит, вот, естественно, ощущение движения, там, не знаю, ощущение, чего еще, всякие ощущения, короче говоря. Но не как в большом кино, где важен материал сам, качество музыки. Здесь больше для поддержки кадра, собственно говоря, делалось. Смотрел, подгонял движение. Во-первых, я очень полюбил такую американскую технологию работы в кино. Вот я пожил в Лос-Анджелесе, и там, постепенно, сейчас, только сейчас так и делаю. То есть, разбивается на отдельные эпизоды сам эпизод, еще на несколько эпизодов по акцентам. От акцента к акценту идешь, соответственно, ведешь местные кульминации, делаешь, меняешь ритм. Не просто пишешь вообще кадру, как это принято в Европе, кстати говоря, и в русском и советском кино это вот так утвердилось. Это тоже такая методика возможна. Но вот у меня американская школа больше подошла, потому что здесь самое неожиданное возникает решение. Просто они сами по собой технически когда решают, вдруг они возникают просто в силу того, что вот так ты построил работу. Это очень плодотворная вообще технология. Она более трудоемкая, намного более трудоемкая, но результаты всегда, в общем, удовлетворяют, как правило. Я помню, что это мне было, я как раз приехал из Лос-Анджелеса, и вот все это совпало, и у меня в Москве был месяц, и за этот месяц надо было все сделать, и это такая была гонка. Мне там монтаж приносили, я что-то делал, и все это прямо так с ходу, по ходу. Сцена монтировалась, мне давалось, потом она еще перемонтировалась, потом музыку говорит, перемонтировалась. В общем, это в таком рабочем режиме все это делалось. То есть, документальное кино, вот оно, видимо, может быть, это влияло, и факторы что-то они доснимали, потом вставляли. Я знаю, что Никите довольно трудно достался фильм, он не просто, он материал копил очень много, и потом надо было его собрать, и вот когда сборка началась, там были большие проблемы, потому что огромное количество материалов, причем он все это соединял же, так сказать, с жизнью страны, в которой проходило в то время. Все это развал Союза, все это вот надо было как-то сопрячь, форму, динамику, баланс всего, и мне кажется, им удалось. Я знаю, что он многократно там, прежде чем вышел на экран, он в эти же сроки много раз его переделал, и там что-то добавлял, снимал, переснимал, или перемонтировал. Так что ему этот фильм достался тяжело, но я так исполнитель был, мне приносили работу готовую, я, значит, как бы под нее подкладывал. Знаете, я старый уже работник кино, давно уже работаю, поэтому у меня есть тоже какие-то свои наработки, где я знаю, как, что это точно будет работать, даже несмотря на материал, просто есть такие вещи, которые могут безошибочно, так сказать, попадать в кадр. А скажите, пожалуйста, большая разница работы над игровым кино и над документальным? Совершенно огромная просто. В чем? Ну, обычно документальное кино, я вообще мало работал в кино, но это эпизоды просто, все распознательные эпизоды, там не требуется, как правило, каких-то одних тем. Ну, это же, смотря как, правда, какие документалисты, но, в принципе, если документальное кино – это документ, да, вот в данный момент, данный эпизод, вот он так и решается. А художественное кино – это же некие обобщенные образы, поэтому, соответственно, темы обобщенные какие-то, хотя там тоже эпизоды решаются, но это в рамках, так сказать, и в общей концепции. И потом, мне кажется, там в игровом кино сами темы должны быть позначительнее, так сказать, по характеру, там, покрупнее, может быть, по значимости. Ну, скажем, там в документальном кино, там, представим себе, бегут лыжники. Ну, какая тема, можно только за счет движения выехать, и все, достаточно. Потому что в кадре все есть – и дыхание, и спортсмены, и напряжение гонки. Там не надо особенно, так сказать, выкладываться, и, может, даже это будет мешать. Потому что главное – это вот происходящее в кадре – документ соревнования, а не музыка, которая там, кстати, хочет как бы над этим делом главенствовать. Это вот лишнее, как раз было бы, на взгляд. Хотя в каждой, наверное, всякие решения могут быть. Ну, это так, это в общих чертах я рассказал свои ощущения. Продолжение следует...